Зовут меня Александр Туницкий, я из Нью-Йорка, из Бруклина. Пришел в этот бизнес совершенно неожиданно для себя. Позвонил мне однажды один паренек, так как я тогда работал программистом, он был программистом, то мы нашли точки соприкосновения, а потом он попытался плавно переехать ФЛП и МЛМ, и я вот тут же отбрил и сказал, что я этим безобразием заниматься не буду, сказал еще грубее, этим барахлом заниматься или фуфлом не буду, скажем так. Почему? Потому что у меня был резко отрицательный опыт в начале 90-х годов, когда меня пригласили в МЛМ-компанию, которая является дедушкой МЛМ-бизнеса, МВЭЙ. У меня был резко отрицательный опыт, и, конечно же, был этот опыт большой, где-то порядка двух-трех недель я пробыл в ММ-бар, мы купили кое-какую продукцию, дальше дело не пошло, и я знал, что это не работает, как говорят сейчас многие люди. А, я знаю, это не работает. Но, слава Богу, что Боря проявил так терпение, он мне подбрасывал материалы почитать, а так как я ему абсолютно не верил, понимая, что он меня хочет затащить в это безобразие, как я теперь говорю, я начал делать домашнюю работу на интернете. Нашел много интересных материалов, и чем больше я читал, тем больше я понимал, что это таки да, работает. Со мной или без меня, но это работает. История этому подтверждения не потому, что это связано со мной, а потому, что это индустрия, это промышленности по-русски, индустрия уже более 60 лет, это началось все здесь, в Америке. И подтверждением тому, как это работает, и насколько это работает, является то, что вот сейчас Галя берет у меня интервью на этом потрясающем пароходе Прайда в Хавай, куда мы вместе приехали, еще у нас около 100 с лишним человек, которые заработали этот профит-шир, поездку на эти острова, за победу в капиталистическом соревновании. Я могу сказать так, что всем, кто будет смотреть эту кассету, все будут слушать, что у вас есть ваш выбор этого бизнеса. Вы можете его делать, как вы хотите, или я вам советую делать, как вам советует ваш спонсор, это в данном случае Галя, которая достигла довольно приличных высот в этом бизнесе, несмотря на то, что у нее есть семья, двое маленьких детей и так далее. Это вы являетесь хозяевами этого бизнеса, это ваш бизнес. Если у вас это получится, то не забудьте сказать Гале, спасибо, потому что она вам в этом помогла. А если у вас не получится, то посмотрите в зеркало и скажите этому парню или девушке, который является вашим боссом из зеркала, у вас только один босс в этом бизнесе, это вы сами. И всегда ищите пути для того, чтобы как сделать этот бизнес, а не ищите причины, по которым вы не можете сделать этот бизнес. У нас масса примеров, я не хочу занимать вас на это время. Единственное, что компания в бизнесе, наша компания Forever Living Product в бизнесе, 29 лет, если вы помните, на родине уже даже из комсомола выгоняли в этом возрасте, потому что уже люди были взрослые. Компания уже доказала свое существование. Доказывать, в общем-то, никому не нужно. Но когда люди начинают понимать, что это за бизнес, и какая у нас в руках продукция, ведь я волнуюсь, какая у нас в руках продукция, такой продукции, как у нас, нет ни одной компании. Это совершенно четко. Вы можете сделать свою домашнюю работу, так, как это сделал все время я. И вы увидите, что наш делать бизнес, если делать его правильно, значительно легче, чем другой компании. У нас замечательный маркетинг план, один из лучших, я бы сказал, самый лучший в индустрии. И уникальная продукция, которая просто нет ни одной компании в мире. Вот, собственно, и все. Саш, сколько ты в бизнесе? В марте было три года. Твои успехи за три года? Мои успехи за три года значительно меньше, чем мне хотелось бы. Я всего-навсего менеджер. Правда, попал в десятку лучших дистрибьюторов, вот так сложилось в прошлом году по Америке за победы вот в этом заезде, как я это называю, на профит-шер. Я еще, так сказать, так как я увлекся этим бизнесом очень сильно, ну, какие успехи? Ну, стал региональным директором в Нью-Йорке, помогая юным дистрибьюторам достигать побед в нашем соревновании, заработал кар-бонус, первый левел пока, значит, работаю над тем, чтобы второй левел, и так далее. У нас, мне очень понравилось выражение одного дистрибьютора из Филиппин, у нас, ну, не из Филиппин, из Эквадора, он сказал, the limit is sky. То есть, у нас беспредел, в самом хорошем, лучшем, в самом лучшем смысле этого слова, в отличие от нашей несчастной родины, у нас таки действительно беспредел, в самом хорошем смысле слова, что у нас нет пределов по заработку, по рекогнишн, левел и так далее, и так далее. Вот и все. Когда ты пришел на РСД Нью-Йорка, сколько было товарооборотов? Ну, это для начинающих, это сложно это понять, потому что тогда было 180, сейчас между 700 и 800 кейс кредитов. Ну, дело не в этом, там есть куда расти. Но это тоже ведь твоя работа? Ну, это, ну, я принял в этом какое-то участие. То есть, в месяц, ты как РСД, по твоей аереи идет 700-800 кредитных кейсов? Сейчас, да. Между 700 и 800. Ты два года на позиции РСД, или три? Два, два. Ну, я только в марте был, как я стал дистрибьютором. Мы стали менеджером, кстати, еще одна поучительная история. Мы попали в Сан-Диего, в первое интернешнл ралли. Мы приехали туда аж с супервайзером. То, что я увидел, настолько меня потрясло, в самом прямом смысле этого слова, действительно потрясло, что у нас есть замечательная книжка, она немножко устаревшая, но она все равно остается очень актуальна, в которой написано, что, не написано, называется она от супервайзера к менеджеру. Там нужно commitment-лэй заполнить. Мы заполнили этот commitment-лэй, я попросил жену подписать его, и мы написали, что там мы хотим стать менеджером 30 октября 2004 года. Мы стали менеджерами 26 сентября, то есть за 6 месяцев. Но у меня в команде есть люди, которые стали менеджерами значительно быстрее. Есть люди, которые стали менеджерами больше, чем за 6 месяцев. У всех это происходит очень индивидуально, но это все выполнимо и когда ставятся перед собой правильные задачи. Вот и все. Почему ты пришел в этот бизнес? Твои личные, почему? Несколько причин. С одной стороны, абсолютно полная свобода. И для меня, мне больше всего нравится то, что у меня нет начальника здесь. Я сам отвечаю за свои действия, за свои результаты. Я могу винить только одного человека, как я сказал, паренька, которого я брею по утрам каждое утро. Это он только виноват в моих достижениях. Если что-то плохо, значит это он так сработал. Это одна из основных причин, что я делаю этот бизнес, как я хочу. Но желательно делать его правильно. У нас есть все материалы, и у вас есть все материалы, чтобы делать этот бизнес правильно и успешно. Какие планы на ближайшие 2-3 года? Ну 2-3 года понятно, что по эре мы выйдем за тысячу кейс-кредитов. Это не вне всяких сомнений. Заработать 2-3 года я не задумывался, хотя так далеко не... 2-3 года я задумывался. Это, конечно же, карбонус. Самый высокий левел карбонуса. Сорин менеджер, как минимум. 5 менеджеров? Да, ну это само собой. И профит шер, конечно. Какой уровень, не знаю. То, что минимальный уровень, первый уровень, третий уровень, самый первый, самый легкий по выполнению, скажем, это само собой. Это да, это будет сделано. И не всяких сомнений. Ну что можно сказать? Удачи? И с Богом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok